Всем привет, с вами я, Гуль Протелло. Сегодня, конечно, знаменательный день, потому что я сегодня вывалю новый контент в виде обзора на 5 томов из Каменного Океана и 1 том из Стилбул Рана. А именно, первый, восьмой, девятый, тринадцатый, четырнадцатый том и двадцать четвертый том из Стилбул Рана, то есть последний том в седьмой части. Конечно, стоит начать историю, как я это все получил, но история очень простая. Я просто все купил через Авито. Не вижу смысла растягивать ролик и давайте приступим к обзору. А вот и они, слева направо. Возьмем в качестве примера первый том. Мы здесь видим обложку, всякую информацию об этом томе, например, цена, описание и все прочее. Также вы заметили, что к этим томикам входят какие-то вкладыши. Данный вкладыш является тематической рекламой. Например, у первого тома здесь показан анонс первой пачки по шестой части. На другой стороне показан анонс последнего тома по Джи Джи Леону. Также спинвунов по Холл Холсу и Джуских Кышкатору. А теперь к самому томику. Сам топ состоит из основной обложки, которую мы и так видим. С Кышка, где показана часть рисунка, где чаще всего окажутся основные события тома. И если все соединить, то получится одна огромная картина. В принципе, отчасти для этого я и покупал эти тома. Еще в этой обложке есть замечательнейшая история от Хирохи Каракю с фотографиями и прочая информация про Джи Джамп. Также обложка съемная, если что. И наконец к тому, чему вы ждали. Самой манги. Однако первый том заметно отличается от всех других тем, что у него отсутствуют некоторые границы, либо они чем-то отличают. Но самое главное, здесь есть родовое древо Частеров и оглавление. Здесь также есть то, что меня как раз разочаровало в этих томах. Как вы знаете, некоторые страницы в манге являются цветными. И в принципе, когда я покупал их, я думал, что там будут те же цветные страницы, что и в цветных изданиях. Но все оказалось куда хуже. Те страницы, которые изначально были цветными, они черно-белые. Их отсканировали в черно-белом принтере будто. А остальные это просто черно-белые страницы без покраса. Что насчет рисовки, которые находятся в этих томах? Она практически то же самое, что если вы найдете черно-белый скан. Но только с одним отличием, что здесь видны больше деталей, чем в обычных сканах. Так как те сканы все равно находятся в низком качестве. Давайте вернемся к новым кладышам. Как вы можете заметить, они отличаются от первого тома. К тому же нету у 14-го тома тоже в кладыши. И у последнего тома стебул урана. Просто потому, что у 14-го тома я использую в качестве закладки для книг. Также у стебул урана банально не было кладыша. Вот и все. На них также написано про анонс шестой части и анонс предпоследнего тома Джоджелиона. Что насчет остальных страниц в других томах? Там немного напомнилось. Например, появились неразукрашенные обложки томов. Описание основного сюжета Каменного океана. И 6 основных персонажей, участвующих в этих томах. А так, по сути, ничем. Сейчас будет нарезка из манки, как я их пролистываю. Конечно, будет все это в таком себе качестве. Хотя у меня весь ролик в таком себе качестве. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА